МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беречь здоровье и природу. На еженедельном совещании у главы республики обсудили актуальные вопросы. Четвертый в 2014-м. В Бурмарском районе открылся новый детский сад. Наше золото. Абсолютные победительницы первенства Европы по тяжелой атлетике вернулись домой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С начала реализации в республике программы «Земский доктор-239 молодых врачей» начали свою деятельность на селе. Но 11 из них расторгли соглашение. Тем не менее, за три года программа позволила увеличить укомплектованность сельских лечебных учреждений на 17%. Такие данные озвучили на еженедельном совещании. Больше всего не хватает врачей именно в сельской местности республики. Терапевты, акушеры, гинекологи, анестезиологи, реаниматологи, хирурги особо востребованы. В целом у нас в республике количество врачей не увеличивается. Они перемещаются на работу в сельские лечебно-профилактические учреждения. И больше всего докторов у нас приехало в село из города Чебоксары, города Канаш, города Цивильск, Шумерли и Новочебоксарск. Из опросов, проведенных среди выпускников медицинского факультета, видно, что молодых врачей больше всего волнует заработная плата, жилищный вопрос. Также имеет значение сельская инфраструктура и оснащенность медицинских кабинетов с современным оборудованием и лекарствами. В 2014 году заключены договора по целевому обучению с девятью интернами, которые после учебы будут работать в сельских больницах. Михаил Игнатьев порекомендовал Минздраву более тщательно подходить к работе с кадрами при заключении договоров. Если на обучение специалиста потрачены бюджетные средства, а он не намерен работать на селе, необходимо требовать возмещения расходов, подчеркнул глава республики. Особое внимание уделили вопросу охране и контроле использования объектов животного мира и среды их обитания. На сегодняшний день почти половина охотничьих угодий республики закреплена за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Победителем аукциона в отношении охотничьих угодий Сучковская, Ядринского района, конкурс выиграла компания «Дрофа», зарегистрированная в Самаре. При этом были неправильно составлены документы. Организация участвовала в торгах без внесения задатка. К тому же она не выполняет своих обязательств. Сейчас проходит конкурс на охоту годий в Урнарское, и «Дрофа» снова участвует. Почему на аукцион выставляете некачественно подготовленные документы? Также замечание получил и министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Михаил Игнатьев дал ведомствам две недели, чтобы навести порядок в документах и обезопасить животных. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Русские, чуваши, татары, мордва, украинцы, марийцы и белорусы. Люди более 120 национальностей проживают сегодня в Чувашии. Представители самых многочисленных диаспор приняли участие в расширенном заседании Совета по делам национальностей. Стратегия государственной национальной политики России в Чувашской республике – основная тема, которую подняли на заседании в Доме правительства. Уже утвержден план мероприятий по реализации стратегии. В 2015 году предстоит празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместным ратным подвигом всех народов Советского Союза. Юбилей, несомненно, послужит дальнейшему укреплению единства российской нации. Вадим Ефимов отметил, что конфликтная ситуация на национальной и религиозной почве в республике сегодня не возникает. Однако расслабляться не стоит. Тревожным фактором является наличие антимигрантских настроений. Об этом говорят данные статистики. 44% опрошенных считают, что мигрантам не место в России. Единичные конфликты на религиозной почве удается нейтрализовать благодаря усилиям органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Председатель Исламского центра мусульман Чувашской республики высказал свою точку зрения относительно межнациональной обстановки в республике. Мы живем на одной территории тысячелетиями. Разные народы, разные конфессии. Уважаем, любим друг друга. Россия, она не растворяла народы, которые жили в ней, потому что все народы сохранили свою идентичность, сохранили свою самобытность. На территории Чуваши действуют 230 храмов и 40 мечетей. В республике, где бок о бок проживают представители самых разных конфессий, один из самых низких показателей преступности на религиозной почве. Вера – это то, без чего невозможно представить Россию, подчеркнул митрополит Варнава. А то, что у каждого она своя, говорит лишь о многообразии нашей Родины. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. В эти выходные в Урмарском районе распахнул свои двери новый детский сад. Дошкольное учреждение муниципалитету было необходимо. С долгожданным новосельем маленьких урмарцев поздравил и глава республики Михаил Игнатьев. Впереди еще масса интересных открытий, а пока мальчишки и девчонки изучают новые игрушки и знакомятся друг с другом. Эта дошкольная группа была сформирована буквально неделю назад. Воспитатели говорят, что дети уже чувствуют себя как дома. Открытие садика с нетерпением ждали жители всего Урмарского района. Татьяна Андреева будет приезжать сюда каждый день из деревни Старая Шептахова. В детский сад женщина привела двух сыновей и младшую дочку. Нам очень понравился этот садик. Новый, теплый пол. Все понравилось. Актовый зал, музыкальный есть там, спортзал есть. Не стояли, мы в очереди сразу нас приняли, да. Стание новое, очень комфортное, очень современное. Все условия для детей, для полноценного развития и подготовки к школе созданы. Группы практически полностью укомплектованы. В этом детском саду создано 8 групп, а это более 140 мест. Теперь в Урмарах решается проблема очередей для ребят старше полутора лет. Буквально 31, да, ребенок в очереди со полтора лет. Это, можно сказать, текущая очередность. Перед нашими детьми все взятые обязательства, вот ответственно могу сказать, мы выполняли и будем выполнять. Я рад за вас, я горд за вас. С вводом детского сада появилось и 30 новых рабочих мест. Больше половины воспитателей – молодые специалисты. Все они закончили чебоксарские вузы. Причем у многих уже есть опыт работы. Я работала в детском саду. А что заканчивали? Педагогический университет заканчивал, дошкольные педагогики и психологии. Во время экскурсии по детскому саду глава региона оценивал работу подрядчиков. Как покрашены стены, из какого материала сделаны полы, оснащены ли комнаты энергосберегающими приборами. Никаких нареканий не нашлось. Затем почетные гости заглянули в спортивный зал. В это время здесь дошколята делали зарядку. Депутаты вручили детскому саду сертификат на приобретение современного спортивного инвентаря. Но благодарность ребята устроили в актовом зале концерт. К слову, до конца этого года очереди в детские сады существенно сократятся по всей республике. Только в декабре в регионе планируют открыть сразу 11 новых дошкольных учреждений. Причем уложиться в этот срок должны и долгостроя. Министерство образования отмечает, что эта миссия вполне выполнима. Следующая торжественная церемония открытия детского сада намечена на ближайшие дни. Митрик Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах прошла конференция Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Уже 21-я по счету. Подробности в нашем сюжете. Уже более 10 лет партия является главной политической силой в стране и притворяет в жизнь экономические, политические и социальные реформы. В Чувашии эффективно реализуются партийные проекты, направленные на повышение качества жизни. По итогам работы 2013 года, по эффективности и деятельности органов власти, правительство Российской Федерации оценивало нашу работу эффективно. И мы заняли среди 20 лучших регионов Российской Федерации, среди 83 регионов Российской Федерации, 14 инвестиций. По предварительным итогам расстава России мы замыкали 20 лучших регионов, где мы получаем соответствующее вознаграждение 165 миллионов рублей. Это тоже дополнительные инвестиции. Эти цифры уже стоят в бюджете, в проекте бюджета, который будем уточнять. Эти деньги планируется потратить на строительство современного детского сада в Чебоксарах. Улучшить условия жизни собираются не только детям, но и пожилым людям. Не менее 10 тысяч ветеранов труда дополнительно будут получать льготы около 1100 рублей в месяц уже с 1 июня 2015 года. На заседании также отметили, что весь предстоящий год для республики будет непростым. Наша конференция проходит в очень ответственный момент. По сути, уже сегодня началась подготовка к главным политическим событиям 2015 года избирательным кампаниям по выборам главы Чувашской республики и выборам в органы местного самоуправления. Выборы главы Чувашской республики будут первыми всенародными выборами высшего должностного лица в Чувашии за последние 14 лет. Помимо главы республики в сентябре нам предстоит избрать глав муниципальных районов, а также более 550 депутатов районных и городских собраний. А пока на 21-й конференции партии ее участники тайным голосованием избрали новых членов местного политсовета. Это плановая ротация. Устав партии предусматривает ежегодное обновление политического совета на 10%. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. И сегодня, в день рождения партии «Единая Россия» во всех региональных общественных приемных прошел очередной прием граждан. В Чувашии обращение принимали депутат Госдумы Руслан Тихонов, сенатор Совета Федерации Галина Николаева, глава Чебоксар Леонид Черкесов, депутаты. Прессажир, здесь. Здравствуйте. Знакомься. Проблема у меня такая. Я бывший генеральный директор одного из предприятий города. А предприятие какое было? Предприятие было завод Чебоксар Газ автосервис. И была у нас агрофирма. Проблемы, с которыми люди обращаются практически во все общественные приемные, схожи. Трудности с ЖКХ, сложности с предоставлением жилья, оказание медицинской помощи. Многие вопросы разрешаются в ходе приема. Степень разрешаемости обращений в среднем 36%. За этот год, в течение года, где-то обращаются к нам 1300-1400 человек. Их ежемесячно где-то получается не менее 100-120 человек. Дорогу люди знают, сюда приходят. Каждый гражданин может обратиться сюда в любое время. Мы работаем каждый день. Поэтому ежедневно к нам приходят не менее 15-20-25 человек. По всем вопросам. Геннадий Михайлов обращается в общественную приемную уже в третий раз. В его родной деревне было довольно много проблем. Это и старый развалившийся магазин, и отсутствие асфальтированной дороги до трассы. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Нам в прошлом году построили новый магазин, райповский. В прошлом году начали строительство автомобильной дороги, асфальтовым покрытием. Нынче завершили строительство, сдали дорогу. И даже в нашу деревню начал ходить маршрутный автобус. Сегодня Геннадий Михайлович вновь обратился в приемную. Вот уже 15 лет одна из улиц его деревни изолирована от всего населенного пункта. Причина тому – отсутствие моста. И жителям этой улицы приходится ходить в магазин аж в соседнюю деревню. В общественной приемной обещали помочь пенсионеру. Кстати, все желающие могут обращаться в приемную по вторникам, средам и четвергам. С 10 до 18 часов. А депутаты, в свою очередь, стараются помочь жителям республики решить их проблемы, консультируют по различным вопросам и помогают правильно оформить обращение в компетентные органы. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чувашии ведется активная работа по программе «Доступная среда». Возле социально значимых объектов устанавливают пандус и выкладывают тактильную плитку. Сегодня журналистам продемонстрировали еще одно устройство, необходимое для инвалидов. Лестницы – главный враг колясочников. Справиться с этой трудностью людям с ограниченными возможностями здоровья помогают специальные подъемники. Таким оборудованием теперь оснащены управление пенсионного фонда в Новочебоксарске, Вурнарах и Бресях, Маргаушах, Порецком и Янтиково. Встречать инвалидов и помогать им с подъемом по лестнице будут сотрудники административно-хозяйственного отдела. Для инвалидов таких, как я, очень хорошо. Нужная вещь, конечно. Я же не один такой в городе. Раньше въезд в управление пенсионного фонда в Новочебоксарске осуществлялся по пандусу через запасной вход. Но таким способом колясочники могли подняться только на первый этаж. В большинстве случаев инвалидов обслуживают на дому. Такая практика продолжится и в дальнейшем. Просто у людей с ограниченными возможностями здоровья сейчас будет больше выбора. Все это на выбор самого инвалида. Программа «Доступная среда» для того и делается, наверное, для того, чтобы инвалид чувствовал себя полноценным членом общества. И при необходимости, когда он себя чувствует, что есть желание выйти, пообщаться, есть желание решить, самостоятельно решить вопросы. Прийти и обслужиться непосредственно в здании, скажем, управления пенсионного фонда. К сожалению, такими подъемниками все лестницы в городе не оборудовать. А вот пандусы в общественных местах должны быть в обязательном порядке. Сотрудники прокуратуры регулярно проводят рейды и проверяют соблюдение требований законодательства по доступности зданий для маломобильных групп населения. Согласно строительным нормам и правилам, в здании общественного пользования инвалидам должен быть обеспечен беспрепятственный доступ. В частности, для колясочников необходимо оборудовать пандусы. Установлены они должны быть за счет собственников помещений. Здравствуйте. С прокуратуры Калининского района наличие пандусов проверяем в общественных местах на доступность маломобильных групп населения, то есть инвалидов. Сейчас вот выявили, у вас нет пандусов? У нас нет пандусов, потому что ремонт идет сейчас после ремонта. Собственник помещения вместо пандуса на входе может установить и кнопку вызова. Если же нет ни того, ни другого, владелец будет привлечен к административной ответственности. По результатам данных проверок мы выносим представление об устранении нарушений действий законодательства, то есть просим руководства, администрацию здания или места, в котором мы выявили отсутствие пандуса, устранить нарушение, то есть установить пандус либо кнопку вызова. По результатам данного рассмотрения представления, собственник обязан устранить эти нарушения. В случае же, если длительное время он не устраняет выявленные нарушения, мы уже выходим в суд с исковым заявлением. В ходе рейда мы обратили внимание, что пандусов в нашем городе установлено немало. Однако большинство из них оставляют желать лучшего. С жалобами на качество пандусов или их отсутствие граждане могут обращаться в районную или городскую прокуратуру. Марина Рябцева, Расиль Мухаммедов, Республика. Тем, кто регулярно ездил на 79 маршруте, придется искать альтернативный вариант. Данный маршрут незаконен и в ближайшее время будет закрыт, сообщают сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов России по Чувашии. В Чебоксарах прошел рейд «Должник», в ходе которого были выявлены граждане, уклоняющиеся от уплаты административных штрафов за нарушение правил дорожного движения и иных долгов. В их числе незаконные пассажирские перевозки. Владельцы 79 маршрута неоднократно игнорировали просьбу суда о явке о прекращении пассажирских перевозок. За что были объявлены в розыск. Сейчас дело ведется, а маршрут закрывается. Помимо этого, в ходе рейда изъят один из маршрутных автобусов марки «Газель» за долги ее владельца. Но самым вопиющим стал факт отсутствия у одного из водителей, перевозивших пассажиров на 79 маршруте водительских прав. Завершился фестиваль оперного искусства. По традиции, гала-концерт собрал полный зал. Многие зрители, побывавшие на спектаклях, пришли на закрытие, чтобы еще раз услышать полюбившихся артистов. На праздники музыки побывала и наша съемочная группа. Пучини, Верди, Гуно, Чайковский, Бородин – эти имена знакомы всему миру. И даже те, кому, образно выражаясь, «Медведь на ухо наступил», могут вспомнить несколько знаменитых опер, написанных великими композиторами. А те, кто блаженно прикрывает глаза при первых тактах у вертера Каиде или Лебединому озеру, запросто могут назвать другие имена. Артем Голубев, Ирина Долженко, Сергей Алексашкин, Владимир Редькин. Солисты Мариинского Большого театра Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко пользуются неизменным успехом у чебоксарской публики. На этот раз компанию им составили зарубежные исполнители из Китая и Хорватии. Замечательный фестиваль. Просто настолько получили огромное удовольствие. Значит, вот особенно мне понравились москвичи. Что сравнивать? Большой есть большой. Станиславского есть Станиславского, Мариинский есть Мариинский. И Чувашский тоже есть. Но для нас и Чувашский прекрасный, да. Как вот передают атмосферу самого произведения, как оркестр играет, как дирижер, так экспрессивно все выражает. Впрочем, сказать, что солистов Чувашского театра оперы и балета мы любим только за то, что они наши, нельзя. Чебоксарский зритель достаточно подкован музыкально, чтобы признать, в последнее время наши исполнители стали заметно профессиональнее и сильнее. Наши Чувашские люди хорошо поют, и Иланово впечатляет, как всегда. Я думаю, немножко все-таки прибавил театр с новым дирижером, ну не новым относительно, но мне кажется, поднялся немножко театр. Большой праздник музыки завершен, но меломанам не придется томиться в ожидании целый год. В репертуаре Чувашского театра оперы и балета достаточно мировых и национальных постановок. Год культуры в нашей республике вообще полон интересных событий. На этот раз в музыкальной гостиной и национальной библиотеке состоялся творческий вечер известной чувашской поэтессы и певицы Светланы Азамат. Поэт, композитор, певица, заслуженный деятель искусств Чувашской республики, член Союза писателей и журналистов России, член Ассоциации композиторов Чувашской республики. Звание Светланы Азамат можно перечислять довольно долго. 2014 год стал особенным в ее жизни. 30 лет назад началась ее литературная деятельность. 20 лет прошло, как Чувашский ансамбль песни и танца поставил первую сюиту. Талант ее многогранный. Она хорошо разбирается в музыке. Стихи замечательные. И видны общественные деятели. В общем, я должен сказать, что наш сейспель, который является символом Канарского района, должен быть довольным, что в настоящее время Канарский край очень богат замечательными поэтами, прозаиками, литераторами, людьми искусства. На вечере творчества была представлена выставка книг «Азамат и Режзем», где собраны самые значимые стихотворения и сборник «Чундан, чундан, чундан» из девяти частей. Кстати, часть произведений Светлана Азамат посвятила памяти знаменитого земляка Михаила Сейспеля. Анастасия Алангина, Николай Яковлев, Республика. И новости спорта. Тяжелоатлеты Чувашии вновь на высоте. На этот раз свой профессионализм продемонстрировали девушки. На прошедшем первенстве Европы среди юниорок и молодежи две наши спортсменки завоевали золото. На родину в Чувашии девушки вернулись только сегодня. Имена Натальи Хлёскиной и Ирины Баймулкиной известны всей мировой тяжелой атлетике. Поэтому давать слабину на соревнованиях было нельзя. Девушки и их тренер Геннадий Ильин заранее настраивались только на первое место. И результат превзошел все ожидания. Мы узнаем, что мы можем все-таки работать. И Республику радуем, и главное, наших тренеров сборной команды, которые перед выездом, конечно, пожелали нам всего хорошего. И, конечно, они тоже не ожидали, что вот так вот хорошо мы оправдаем их доверие. Выступили на все шесть подходов и сработали очень хорошо. С прошедшего на Кипре первенства каждая из тяжелой атлеток привезла по три золотые медали. За результат показанные в рывке, толчке и в сумме двоеборья. Причем везде Наталье Хлёскиной удалось установить рекорд Европы. 108, 137 и в сумме 245 килограммов. К соревнованиям мы уже готовились, зная, что таких серьезных конкурентов не будет, что придется бороться с самой собой и собирать определенную сумму для того, чтобы показать определенный результат. Ну, задача была выполнена на ура. На ура – не то слово. Кубок абсолютной победительницы среди юниорок и среди молодежи тоже в руках представительниц Чувашии. Как отметил министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Мельников, спортсменки показали стопроцентный КПД. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Такими были новости глазами корреспондентов национального телевидения Чувашия. Я, Ольга Пырочкина, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин